добрый день я всех приветствую сегодня 23 июля вторник и если ранее я снимала свои передачи эфиры рядом с пляжем ривьера сегодня благодаря погоде который я думаю будет наш главный действующий герой посмотрите какое глубокое прекрасное небо облака и поэтому мы встали немножко здесь есть такое прекрасное кафешка и держимся поближе к нему чтобы если у нас пойдет все-таки дождь посильнее мы могли спрятаться под крышей сегодня у нас необычная передача потому что я планировала как мы говорили сегодня говорить о первой главе нашей книги он и она любовь путь к сердцу просвещение авторами которые являются артур и фиорда лавита на сегодняшний день пока в моем лице но я забыла айфон ой айпад и все что не делается все к лучшему потому что сегодня у нас новый человек появился в команде я хочу вас представить виолетта благодарим спасибо у нас такой интерактив до ну youtube а там дальше как пойдет для всех русскоговорящих нас около 300 миллионов на планете земля конечно хорошо итак сегодня прекрасный день и я хочу представить вам мою помощницу ассистента виолетту всем привет может рассказать немножко о себе может быть даже о том как мы познакомились я уже не многих лет занималась танцами потом случился такой период что я решила бросить танцевальную карьеру и на лето я устроилась в кофейню там я прошла обучение работаю бариста и как раз таки каждое утро почти каждый день приходит поле мы всегда поболтаем поговорим обсудим все вот и мне так нравится общаться с людьми которые немножко по-другому видят мир то есть ну как бы психолог не такой такой большой точки зрения вот все у них по-другому и так интересный и я этим питаюсь и мне очень то нравится вот я люблю с людьми которые которых есть чему поучиться что-то почерпнуть выводы какие-то да вот и научиться вот и как раз таки более я это и вижу благодарю а я вам хочу сказать самое интересное что воскресенье когда я записывала именно эфир и мы говорили о самоубийстве среди молодежи и почему это может быть и говорили также о том что иногда опять же не зная законов мироздания многие родители делают многие ошибки и вот эта сепарация которая по сути на должна начаться и происходить с 14 лет потому что именно в 14 лет тело желание невидимое тело эмоций у молодого человека активизируется и я пришла воскресенье чтобы мы договорились о сегодняшнем эфире с виолеттой и спросила у нее я говорю но если ты обсудила с мамой мама тебе разрешила виолете 17 лет скажи пожалуйста свою красивую фамилию как в этом говорили с мамой мама никогда не просят виолетта извини включи пожалуйста а а да знаешь можешь даже просто аудио включить да да все вот ну мы когда пришла оликом не спросила как мама к этому отнеслась я же сказал что у нас мамой как раз таки такие отношения что я сама могу выбирать из того что я хочу то есть у меня есть свобода выбора я никогда не завишу какого-то такого мнения что вот мама мне навязала я должна идти так потому что мама хочет нет такого у нас нет то есть только мое мнение если я хочу я пойду туда то есть никто никого не заставляет какие-то отношения когда я маме сказала про эфир то что в этого не пригласил он такого конечно не диета новые возможности как-никак показаться но самое главное вот мне очень приятно удивило и порадовала именно эта фраза да то есть девушка в 17 лет она знает смысл этих слов то есть свобода выбора да и мама прекрасным образом я думаю как наставник именно будучи в диалоге со своей дочерью понимает ее понимает что мы растем совершенно ну не мы растем они растут совершенно в новые времена и нам надо модернизировать не только там телефон пылесос который мы покупаем да но модернизировать и свое отношение к жизни потому что жизнь меняется стремительно и я вижу как в течение там дня в течение каких-то ситуаций совершенно по-другому работают энергии энергии жизни и ситуаций благодарю виолетта приглашаю тебя стать за пульт и мы хоть и я не принесла ipad и не могу по сути в ключ скажем цитировать да то что написано в первой главе я леточка снимай горизонтально да потому что мы будем в ютубе потом публиковать я хочу оставить эту рабочую обстановку не буду ничего вырезать потому что этот процесс вот именно гармонизации людей виолетта новый человек в нашем проекте а я со своей стороны расскажу как я увидела первый раз виолетта я пришла в бар который находится в нашем доме я очень люблю капучино так как много лет прожила в италии к этому привыкла и в россии очень прекрасный есть вид можно выбрать тип молока я будучи вегетарианцем не веганом но вегетарианцем все равно попробовала один второй третий вид и стала брать заказывать капучино с миндальным молоком мне очень нравится этот вкус и я прихожу вижу что появилась новая девушка у нас баре у нас очень красивый бар мы как-нибудь тоже там может быть когда будет такая дождливая погода но посильнее когда будут идти дожди вот осенью мы может быть снимем там передачу потому что там очень красивый интерьер я кстати хочу отметить как дизайнер интерьеров что приехав сочи вот в июле 23 года что меня также приятно удивило это очень красивые локации какой ухоженный город видно как именно с любовью к нему относятся и жители и что государство инвестирует большие хорошие средства и во время олимпиады естественно этот город полностью изменился моя мама живет на центральной улице города сочи и там раньше была такая двухэтажная торговая галерея было очень много в 2008 году в мае я последний раз сыновьями приезжала когда навестить маму было очень много палаток но такой шалман как мы это называли но сейчас благодаря олимпиаде там перекрыли движение и там пальмы очень красиво все подсвечено украшено новые галереи торговые построили то есть город стал тоже современным и я еще в том году смотрела какие люди красивые идут много очень молодежи и красиво одеты и смотришь в глазах очень добрые люди очень интересные вот именно современные деток очень много это с одной стороны с другой стороны я в том году при не обратила внимание как много людей вот даже подружки там и идут или семьи кто сидит в барах в ресторанах их очень много очень классных и вот на скамеечках все сидят в гаджет и смотрят с одной стороны да наше поколение скажем жители 21 века очень углубленно вот познают скажем этот мир да это можно сказать тонко информационный мир планеты земля создаются соцсети создаются вот такой контент современный с одной стороны и люди стали меньше общаться и да если вы так посмотреть на людей которые ну буквально вот целая улица до скажем на вагинской это центральная улица сочи и очень много скамеек кстати на каждой скамейки они все классные они очень разные современные написано что это благодаря туристическому сбору курортному сбору который во всех странах мира существует но вот часть этих средств именно инвестируется и в ландшафтный дизайн я делала до этого видео какие красивые цветы высаживаются деревья я уже не говорю о прекрасных пальмах моих любимых потому что я родилась на крайнем севере и пальмы для меня это как святое дерево да но и на каждой скамеечке вот эти есть табличечки на которых написано там курортный сбор за 2019 год или за 2022 год это очень классно с одной стороны с другой стороны я понимаю что сейчас у нас появляется такое такая вещь как евросети до голубь к нам пришел у нас есть еще один слушатель до яркий представитель природы у него лапка болит он хромает очень интересно как такой десант голубей ходит по по набережной когда вот лежишь загораешь не вот они там что-то ищут их люди угощают поддерживают так вот вернемся искусственный интеллект это еще одна технология которая дана нам во благо все что происходит с нами этого благо но все что с нами происходит это всегда наш выбор предмет нашего выбора каждый человек беря гаджет может и принимает решение во-первых что ему смотреть молодежи нужны какие-то экшены современная музыка очень много классных у нас тоже и певцов и не только у нас во всем мире потому что как вы знаете мы не разделяем я не знаю слышите вы или нет гремит гром у нас сегодня прям реально классная такая видео история с одной стороны с другой стороны учитывая то что все-таки дождливо люди начинают приходить потому что многие особенно сочинцы любят рано утром приходить на море пока мало отдыхающих пока море еще отдохнувшие после ночи вода такая приятная потом когда уже начинается такое более активное солнце сочинцы уходят с моря я пока еще хожу на море как турист но уже вот опять же благодаря все во благо благодаря передачам которые возможно снимать только рано утром потому что не так жарко нет пекла да поэтому вот уже после передач вот сейчас там где-то наверное у нас 6 30 утра вот мы обязательно мы взяли купальники обязательно пойдем мы поплаваем в море поблагодарим его и за эту прекрасную локацию и за этот прекрасный мир который планета земля для нас создала и не только одна как вы знаете вся иерархия космоса логос отец логос мать матерь мира и те иерархи зодиака иерархи светлых сил которые работают над нашей планеты ведь каждый мир и каждый раздел этого мира создается отдельной группой космических строителей и минералы камни материя и она тоже вся наполнена жизнью как например в коре планеты земля около наверно четырех километров и хоть это казалось бы камень вот он и песок да но в этом камне тоже живут и и био скажем мелкие материи и также живут мы скажем эти энергии называем стихии до групповые души того или иного тела планетарное она или же она минеральная или растительная в растительном мире вот здесь рядом со мной в кадушке стоит очень красивая оливковая пальма оливковая пальма оливковое дерево вот и представьте сколько групп в растительном мире создателей созидателей существует и каждая группа работает усовершенствует свой свою разновидность до разновидность того или иного растения я летом можешь пожалуйста нам крупным планом до снять это прекрасное оливковое дерево молодое нежное я очень любила ездить в пулью пулья по-итальянски а пулья по-русски это в в италии если мы рассматриваем полуостров италии как каблук это вот то место где супинатор и сам каблук находится на пике этого каблучка такой прекрасный населенный пункт санта-мария-ди-леука и тут там сходятся три моря ионическое адриотическое по-видимому средиземное и мы как-то с моим другом снимали там виллу и очень интересно было выходит но выезжаешь когда если поедешь направо там песчаный вот прям белый песок как будто мальдивы там есть как раз пляже которые так и называются а налево если поедешь там скалистые и там была одна бухта с высокими скалами там а например одна скала с одной стороны три метра другая скала там я не знаю так зрительно сложно сказать 10-15 метров там был классники такой ресторан лоскало и несколько лежаков но туда все люди приезжали нырять я один раз нырнул из трехметровые ныряют ногами вот естественно есть смельчаки кто там уже знает эти места итальянцы они смелые ребята вот ныряли из высоких этих огромных скал я говорю я не знаю там 10 или 15 метров не могу сказать поэтому что хочу сказать природа наша разнообразно очень красиво и прекрасно и что чему нас учит природа мы много мы можем у нее научиться любви добра принятию и когда мы говорим о гаджетах да когда мы говорим о том что выбирает тот или иной человек мы понимаем что насколько ты доброжелателен какие комментарии ты оставляешь вот хочу рассказать например об одном комментарии я очень люблю классическое академическое искусство да и кстати когда мы познакомились с виолеттой я спросила какой за зовут и она произнесла это прекрасное имя и и у меня сразу пошла ассоциация с оперой если не ошибаюсь джузеппе верди да джузеппе верди травиата и я сразу вспомнила вот опять же есть плюсы и минусы если мы говорим что во время советского союза была какая-то определенная диктатура и мы были недостаточно свободны то сегодня из парадигмы двадцать четвертого года я приветствую железный занавес который у нас был потому что западная культура она выбирает да у нас есть закон свободы выбора мама виолетты дает закон этот выбор а виолетте до западные страны выбирали империализм там где ничего личного и там где прибыль власть находились на первом месте но как мы понимаем что иметь богатство и власть не могут все скажем полмиллиарда или или так называемый золотой миллиард человек который живу живет и исповедует доктрину западной цивилизации она скажем делится на две группы с точки зрения развития цивилизаций общества скажем эзотерического мне не очень нравится это слово потому что его обесценили она стала какой-то прямо темная и вот но учитывая с точки зрения эзотерических глубоких знаний цивилизация которая сегодня пятая наша раса которая приняла эстафету жизни хорошо в связи с чем здесь закрыто все мы продолжаем съемку все что не делается все к лучшему мужчина попросил нас покинуть так сказать помещение то есть вы видели да это было просто кафе навес но опять же каждый выбирает то какую позицию он занимает до этого я познакомилась с двумя прекрасными представителями службы безопасности пляжа ривьера и мы очень мило побеседовали так сказать на философские темы в том числе и так вернемся к нашему разговору о том что когда вы познакомились с виолеттой я на русском языке отправила ей оперу травяту в исполнении где главная героиня забыла какой зовут она виолеттой и зовут что же я говорю такое ну просто вот опять же погода такая да и когда много пространства и у тебя начинает рассеиваться твое внимание такие вещи иногда с зависанием происходит извиняюсь у нас интерактив поэтому я вам говорила что вот как то так соответственно виолетта в исполнении галины павловна вишневской и когда я искала эту оперу в ю тубе нашла я естественно прокомментировала и написала что прекрасная великая и замечательная галина павловна вишневская я и очень люблю получилось даже так что осенью этого года случайно случайно ничего не происходит мне там типа 18 ноября на mail пришло приглашение принять участие в народном сценарии у нас есть такой замечательный сайт называется правнуки победителей вот и именно там речь шла блокадном ленинграде я во времена второй мировой войны была воплощена во франции об этом он постоянно рассказываю говорю но петербург это мой все равно кармический город и я очень скажем глубоко переживала и когда в юности читала книги о блокадном ленинграде и даже сейчас у нас золотой ангел ангел нашего главного героя андрея он во время блокады ленинграда делает маленький но подвиг и сам замерзает умирает виолетта а можешь взять вот этот пластиковую который я взяла а вот человек следы за собой убирает чтобы не испачкать скамью и поэтому мое сердце сразу откликнулась и что я сделала я за два дня написала сценарий в двух действиях посвященный блокаде ленинграда через историю жизни галины павловны вишневской потому что она жила в кронштадте у нее было достаточно сложное детство а ее мама цыганка почему галины павловна прекрасный такой голос даже ее первая преподавательница по вокалу говорила гала ты открываешь рот и поешь как галка опять же ничего не бывает ужасного в нашей жизни все во благо и все что не делается все к лучшему и может быть благодаря тому что там с девяти месяцев галя росла с бабушкой бабушка вложила максимально любви и заботы в эту в этого маленького человека который звали галина у нас такие молнии классные вообще вы себе не можете представить неимоверная красота так вот я как только вышла книга галины павловны вишневской автобиографическая я сразу купила ее и в моей книге в 5 я пишу о том как я случайно когда была в москве это наверное был 2010 год или 11 я ехала по остоженки и увидела что школе театр как это оперный театр до школа оперная школа галины павловна вишневской вот так это наверное называется это театр лужков я думаю что галини павловне построил и у меня там кстати было много клиентов когда я совершенно еще не интересовалась классической музыкой это было наверное вишневская плаза на остоженке то есть был выделен участок кто-то построил элитные апартаменты где я несколько квартир оформляла как дизайнер интерьеров в качестве all this international компании но там также есть вот этот прекрасный театр камерный достаточно я думаю плюс-минус может быть на 100 человек и я ехала и увидела что будет моя любимая опера евгений онегин потому что любимая ария это ария татьяны письмо я думаю что каждая девочка мечтает быть не только барби но и принцессой и мечтает вот о такой прекрасной чистой любви и каждая девушка проходит этот период виолетта мне кивает головой да она со мной полностью согласна если хочешь заходи в кадр побеседуем вместе у нас очень много было испытаний различных до когда я возила свой носила возила свой тяжелый фотоаппарат тяжелые штатив все тяжелое все это настраивало звук был ужасный вот там где в шляпе первый день на пляже ривьера там был ужасный звук но благодаря опять же мою жизнь виталий пришел и помог мне и дома настроить оборудование и здесь так вот опера евгений онегин я прихожу со своей кармической подругой от которой увидела что у меня приличное количество негативных программ извне да вот и но тогда я об этом не знала об этом я знаю теперь работая по методу биолокации с маятником очень классно можно диагностировать все что происходит с тобой все что даже кефир я вам рассказывала я выбираю при помощи маятника и мы обязательно себе сделаем диагностику потому что виолетта занималась как она сказала она занималась танцами но ее мечта расскажи о твоей мечте я самого детства мечтаю быть врачом я как мама говорит что я просто когда была маленькая по пятому каналу шла телепередача сериал детективный след называется и там был патологоанатом вале я типа восхищалась ею и то что у меня тоже стала появилась мечта стать патологоанатомом но эта мечта кстати долго росла именно до сих пор есть какая-то такая что хочется патологоанатомом но просто сейчас я немножко по-другому там посмотрела на именно такую жизнь вот эту медицинскую как высокой точки зрения и классная музыка зря выключили все время общаешься ну грубо говоря смерть сюда как бы ты находишься в этом и ты тоже становишься таким каким-то бездушную а я человек такой как бы человек праздник у меня очень ну как бы я всегда заливаю кипиш вообще мне я решила что и мне более приятнее будет общаться с людьми чем с живыми поэтому тех с их оболочками оболочками да лучше я бы там что-то с людьми как бы узнавать что то то есть мы будем обмениваться энергию это очень ну как бы я занималась танцами поэтому я вот знаю вот это когда человек меня обмениваться энергией какой-то я даю свою энергию человек дарит мне свою энергию у нас как бы такая как бы совместная работа произошла что я так смеялась когда виолетта сказала про патологоанатомом потому что в предыдущем буквально эфире мы как раз говорили о том что не на хобби это тоже хотела быть патологоанатомом у тебя кстати какая дата рождения так 09 01 это у нас еще так сейчас я зависла подождите стрельцы у нас начинаются конце а вот козерог трудяжечка но надо будет посмотреть где у тебя есть рыбки насколько я понимаю патологоанатомом хотят быть люди которые в общем то уже познали все это 12 знак зодиака да потому что козероги они еще пахари но с другой стороны да тебе материя скажем привлекала посмотреть до любознательность как устроено тело человека его физическая оболочка особенно в сочи здесь такая растительность там огромная там и бактерии какие-то вот именно вот анатомия вот анатомия животного потому что как бы и анатомия себя то есть я изучаю себя изнутри то есть зная как и с чего мне все составит это точно так интересно то есть мне кажется врачей когда они уже выучились они так смотрят на людей у них прям так скелет все мышцы вот так то есть они на людей не как мы смотрим друг на друга да у нас там они прям вот у них вот именно вот анатомический взгляд но ты знаешь мне кажется что есть скажем врачи от бога да а есть люди которые просто получили образование вот видишь как в 21 веке изменилась парадигма да то есть мы уже там благодаря опять же различным сканерам благодаря опять же тем же гаджетом да у нас очень много информации то есть реально мы можем посмотреть благодаря мини там вот этим микро камерам да мы можем посмотреть желудок человека сосуды человека все 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 как устроен его организм то есть материальный мир мы познаем и очень много ученых которые в той или иной как бы системе мироздания нашего многоэтажного работают но я также вижу что очень много материалистов которые верят только в то что они видят то что можно пощупать да и вот соответственно но люди не не знают по крайней мере мало кто знает что у нас семь тел одно физическое а три скажем тонко материальных мир тела энергетическое астральное и тело ментальное тело желаний так и это скажем смертная тетрада четверка и три высших тела которые и являются бессмертной составляющие я их называю вечный странник то есть это индивидуальная монада которая из жизни в жизнь из воплощение воплощение спускается в тело еще эмбриона да когда маленький человек находится в лоне матери так у них есть план такой скажем голографический это целая группа космических строителей на начинают работать по этому плану и почему мы говорим что есть наше высшее я это вот это вот именно вечная да у которых нет эмоций нет предубеждений да они подключены в эфире ко всем телам да вот мое высшее я и твое высшее я это по сути единое целое и когда мы говорим кто такой бог создатель вот у валерия петровича мухина есть прекрасная картина где условная одна фигура до бога и он говорит я это вы а там много много людей и к ним ко всем идут лучи и также вы это я то есть все мы ты свой опыт проходишь в своем теле в данном воплощении я свой опыт прохожу в моем теле в данном воплощении и все мы являемся цивилизации планеты земля поэтому то что устроили наши западные скажем не братья до которые устраивают и зарабатывают свои деньги свои капиталы свое злато именно на все гремит все движется именно на изготовление орудия все эти было кроки все остальное для того чтобы убивать тела других людей а зачем это делать да то есть если человек выбирает именно алчность ненависть злость корыстолюбие властолюбие тогда ему хочется захватывать владеть я я я все мне вот этот эгоцентризм когда тело желаний у человека раскачано а если когда общество уже переходит на уровень что мы все и вот начале нашей передачи мы говорили о том что во время советского союза вот я тоже танцевала во дворце во дворе пионеров в норильске у нас был школьные годы ансамбль и мы танцевали национальные танцы 15 республик 15 сестер вот там и тогда скажем в 70-е годы именно в мое мироощущение закладывалось то что все люди равны и как махатму ленин говорил да что интернациональный пролетариат и все остальное именно была попытка создать оптимальное общество братство жить во имя общество социум очень был прокачен но чего у нас не было у нас не было супер мега достатка а скажем в западной цивилизации он был так но опять же у единиц это что видели мы то что нам показывали в фильмах у нас есть не на прекрасный эфир как раз о кинематографе и о том как кинематограф манипулирует всеми сознанием людей вот эта фабрика грез да я на примере фильма крестный отец приводила пример об этом так вот что получается да у нас был железный занавес но опять же я вернусь к этому разговору сегодня я считаю что это во благо потому что то как там про бога прога пропагандируется лгбт повестка смена пола я видела недавно передачу там говорят что например там в австралии ребенок может менять пол в трех лет в канаде там типа с 11 в америке там еще со скольки-то то лет то есть вот этот человек который погряз именно в доктрине материализма он думает что он может все но если у тебя скажем есть технократический уровень развития ментала да но сухая душа и закрытое сердце тогда а им ссори и и чему нас учит жизнь нас жизнь учит пребывать в гармонии материального с духовным и поэтому мы достаточно познали много но недостаточно потому что век живи век учись и есть законы которые мы знаем да но был период когда мы их не знали был же период когда у нас не было айфонов мы не знали что существует радиоволна по которой может передаваться тоже телевидение теперь интернет да но это всегда существовало и в мире существует еще очень много и законов мироздания и следствие как они работают о которых люди не знают и наш выбор мы будем изучать познавать через сито своей скажем своего восприятия мира ту информацию которая сегодня очень доступна я например вчера случайно но мне youtube все показывает видела интервью одного космонавта молодому блогеру мужчине очень интересная была на два часа я даже не поленилась все выслушала и даже время по моему не делала ускорение но я увидела что этот космонавт хоть он и был в космосе хона хоть он и видел что там происходит он очень материалистичен то есть он не думает о том что на том же марсе да есть своя цивилизация только они находятся на таком уровне развития что им материальные тела уже не нужны то же самое на венере и на всех других планетах солнечной системы и даже то что само солнце она имеет естественно разум то есть если человек думает что его мышление находится в мозге да как жесткий диск то нет потому что есть материальная оболочка компьютера айфона да там есть карта памяти есть оперативная система но информация приходит извне почему говорится сначала было слово и слова было у бога и слова было бог и почему мы когда говорим о создателе мы говорим логос да что значит с греческого она и есть слово потому что эта информация это коды я тоже не люблю слово матрица из-за фильма матрица но по сути это определенный алгоритм и на предыдущем эфире мы говорили о том что каждому человеку каждая монада разумная существует 15 миллионов лет моя монада мой высший странник существует 15 миллионов лет то же самое монада виолетты она существует 15 миллионов лет а разум ее мозги существуют 17 лет а мои мозги существуют 54 года да и как мы в айфонах делаем апгрейд также из воплощение воплощение душа приходит и начинает получать опыт это монада высшее наше я которые все между собой подключены друг другу этот опыт накапливает этот проект который был создан на планете земля и те развития до семеричные то есть сначала мы были материя ну скажем без тел желаний так но почему пишут информацию на минералах почему я когда делаю работаю делаю диагностику по методу биолокации мой маятник латунный потому что минералы бриллианты до любой камень он записывает информацию потому что сама жизнь и материя это и есть информация а вот если мы например будем говорить о человеке что мы сначала делаем мы сначала думаем да ты подумала потом слово это конденсированная мысль сказала а потом сделала так вот она три скажем до три этапа но подумала когда ты ты не просто подумала ты сделала выбор доброжелательно поговорить с человеком и человеку хочется дальше с тобой общаться и человек приглашает тебя в ассистент и да вот либо как раньше жизнь была сложная и тяжелая в советские времена и была такая категория людей буфетчицы и продавщицы в магазинах до которые людям отвечали резко они там с мужем например поссорились и приносили все эти энергии на работу опять дождик закрапал вот и приносили эти энергии на работу и выливали ее скажем в социум да на людей которые приходили в магазин с одной стороны а с другой стороны сегодня мы подключились к этой энергии скажем достатка да и подключились к этой энергии маркетинг и тебя уже не возьмут в бар если ты злой то есть все в жизни взаимосвязано да пусть они ки как ты думаешь он дикий или нет он без ошейника до статки собачали на собачали на иди сюда нет вот там есть вон там есть эти виолетта вот там есть как они ступеньки вот кстати мы постоянно говорим о том о чем нас учат домашние животные особенно собаки собаки нас учат безусловной любви а кошки нас учат закону свободу и выбора она когда хочет тогда приходит когда хочет вот я тут записывала воскресенье небольшое видео презентации наши первые макеты рукописи макета книги рукопись ну-ка пожалуйста поруководить чтобы нашего друга было видно на камеру вот она собачулина пришла ну странно да вот он один он уже вырос по-видимому так достаточно ну вот он лег играть в травки и что говорил иисус иисус говорил будьте как дети почему первое познавайте этот мир не считайте что вы если у вас есть красный диплом если вы космонавт если вы профессор в институте или в университете вы все знаете нет вы знаете только то что вы успели с вашими мозгами ваши мозги загрузить а если вы откроете свое сердце свою душу да и вы сделаете запрос мирозданию мироздание сразу будет вам вот она мощь мироздания кстати хочу рассказать вам в связи с этим одну историю я принесла мы писали первые эфиры еще с ниной хам это вот и она сделала заставку там такие как ну вот гармония несколько камней я думаю ой я тоже такие хочу и я с пляжа принесла четыре камушка ну побольше меньше меньше и совсем маленький и сижу работаю они у меня лежат стоят на столе значит я такая вся довольная и вот такая была молнии гром и у меня маленький камушек улетает в стекло и падает о чем это говорит это говорит о том что если мы не видим да то вот этот молния которая вот там была далеко-далеко она у меня дома в квартире этот камушек снесла и и так же мы люди каждый из нас это как антенна да если мы транслируем в эфир это живая материя это пятая материя планеты земля и он тоже многослойный мы об этом поговорим следующий передачи у нас сегодня такой классный интерактив я прям кайфую потому что когда я одна но я смотрю в камеру говорю в эту камеру да там что-то вокруг происходит я теперь понимаю почему мой высший руководитель мы высшая я мой вечный странник сказал мне через маятник благодаря понятно мне уже раскачана интуиция я задаю вопросы и вот и мне сказали дайте снимать с пляжем ривьера и потом вот на тему запросов вот мне неудобно вот это вот я там поставила потом я прибежала посмотрела потом я запись и я сделала запрос вот бы мне кто-нибудь помогал захожу в бар там виолетта вот ты сейчас по-моему далеко стоишь нет нормально прекрасно вот и вот так мы с ней разговорились и она сама сразу же села рядом со мной и мы стали говорить о том что она занималась танцами о том что она хотела бы стать врачом но не все ее поддерживают я ее сразу же поддержала все и мы решили вот вместе до общаться сотрудничать поэтому что хочу сказать в мире все взаимосвязано и все дуально у каждого аспекта есть положительное даже то что сейчас идет например военный конфликт я знаю может быть кому-то это не понравится но это тоже во благо потому что те люди которые за время пандемии о которой я тоже постоянно говорю которая нам дана бы на была для того чтобы мы поняли как цена жизнь люди выбрали ненависть а планета земля она говорит ребята я больше не могу вот эту вашу ненависть таскать на себе терпеть это реально вот вам нравится например если у собаки блохи он куда-то уже убежал да если у собачки блохи я не нравится она чешется когда вши у человека их кусают нравится не нравится я сегодня вот спустилась пока ждала виолетта за мной на такси заехала стоят ну люди мужчины южные наши это южноазиатские да там таджикистан узбекистан я не знаю откуда они вот кто-то сидит на остановке ждет автобус один мужчина стоял и разговаривал по телефону и вот это то что я прям не знаю меня передергивает когда человек берет и так ну для него это смачно харкает на нашу матушку планета земля то есть он наверное курит да у него там вот эти все вот это смолы все вот это все собралось плюс понятно что низковибрационные люди да они находятся на первой стадии развития то есть не очень далеко от животного когда они проходят этап развития вот это познавание я эго своего да и через труд через под человек получает опыт это только второй уровень развития человека который выбирает уже мы да и и уже начинает думать о том что мы это семья мы это город мы это страна мы это цивилизация мы это земляне третий уровень развития это люди которые стремятся и познают энергии познавания и созидательной энергии вот например космонавт до который вот вчера давал это интервью я его кстати в комментариях уложу может быть вам будет интересно вот посмотреть как человеку у него есть рельсы да и кстати мне очень понравилось он в конце этом даже коммент оставил он говорит ну да есть там теория квантовые математики да и у них одно а другое совершенно это вот это то что физика притяжения но они не могут пожениться а вы представляете если бы вот как он и она они поженились у них бы вообще открылись все торсионные поля и вакуумы законы мироздания и все но космонавт смеется над эзотерикой да а я думаю а как ты можешь окей хорошо он познает скажем космос да и мироздание через те науки которые присутствуют на планете земля но есть больше так соответственно вот это третий уровень людей это которые создают музыку а там те же тесла энштейн и тот же илон маск да это люди он инженер прежде всего это люди которые познает мир прекрасно но все что они познают это уже существует в эфире мы только считываем и почему например лев николаевич толстой у него была очень активная в последние годы жизни кстати очень советую вам посмотреть фильм по моему называется последнее воскресенье вот фамилии актеров я не помню хелен играет софию но я тоже наверное выложу этот линк в комментариях где основной его конфликт с женой он уже пожилой и там показывают его смерть почему он дома не умирает почему он умирает на полустанке потому что у него конфликт с женой и он говорит то что я создал все мои произведения это достояние всего человечества а она говорит а на что будут жить дети да а дети может быть сами через свой свой труд через свой навык через свой опыт будут зарабатывать да соответственно вот и благодаря этому фильму я поняла что наши книги в онлайне они будут бесплатно их можно скачивать пожалуйста если конечно мы выходим там на литрес там надо какую-то сумму ставить да вот и естественно будут книги там в мягких обложках они одну стоимость имеют потому что есть люди которые любят читать бумагу да я уже перешла на такое то раскачала ментальное свое тело я очень люблю аудио но что я делаю я делаю скрины из того что мне понравилось скачиваю книгу в pdf в цифре но я так уже работаю над своими произведениями мне надо собирать очень много знаний вот и книги в твердой обложке естественно будут стоить дороже я уже делала смету они там около 4000 получается но если маленькими тиражами но когда мы все-таки воплотим первую часть нашего проекта это скажем 14 книг да по 3 по 4 книги 2 1 там 1 2 публицистические плюс 1 2 методички учебники 7 сказок для детей на то есть у нас будет вот полный цикл молодежь он и она как создавать его гармоничную пару семью дальше у них будут дети для детей так дальше дети уже выросли школьники и далее молодежь то есть с 14 до 21 года начинается уже приличный дождичек я думаю что мы сейчас опять перейдем в какой-нибудь хотя я думаю что мы сегодня сказали достаточно у нас получилось две части эфира мы сейчас прям намокнем в прямом эфире я считаю классная идея один первую часть мы снимали в кафе под навесом с видом на море пришел накачанный мужчина и попросил нас перейти но благодаря этому мы с собачкой познакомились и другие люди на нас посмотрели благодарю за внимание благодарю виолетта за наш первый совместный эфир кстати последняя вишенка на торте скажи пожалуйста какая у тебя классная фамилия ольденбург у меня фамилия я тоже такую хочу я могу сказать что я лисицына не лисицына у меня фамилия девичья бобылёва но меня в школе все звали бобылиха и учитывая что бобыль это как старая дева только в мужском обличье и по-видимому весь мой род от отца они жили в красноярском крае бобылями вот я когда в институте училась мы делали проработки заходили в регрессы я там все эти истории увидела и лисицын это мой первый муж я решил оставить эту фамилию хотя она не очень уже мне соответствует был период он уже дождь и закончился да 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 каждый пять минут у нас все меняется был период когда я полностью соответствовала фамилии лисицына и даже вот эти все сказки лиса там вороный сыр и про зайку избушку лубиную все вот это вот мне нравилось но когда человек переходит на следующий путь на следующий этап развития тогда уже меняется и как бы и качество человека его структура его свойства его энергоинформационное поле и его окружение потому что когда меняемся мы меняются люди вокруг нас да и вот как не на тоже говорит я ее цитирую то что атмосфера пространство вам обязательно начнет отвечать поэтому я благодарю что твоя душа ответила моей душе благодарю за помощь вас благодарю за внимание до новых встреч в эфире пока и 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